Успей поставить лайк за 3 секунды, и тогда ты будешь учиться только на отлично! Считаю! Раз, два, три! А вы слышите вот этот звук? Очень даже знакомый, да? Точно! Это же наш паренек обжора! Давненько мы его не видели! Приветствую всех! С вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Food Fighter Clicker! Если вы соскучились, обязательно напишите об этом в комментарии, потому что паренек по нам реально соскучился. Смотрите, как он долго кушает этот гамбургер, и нам надо бы ему помочь, чтобы он смог кушать больше-больше раз лично еды. Ну что же, давайте тогда приступать это естественно делать. Перед роликом я зашел, ребятоньки, вот на эту гаечку и активировал какой-то секретный промокод. Мне дали аж целых тысячу кристаллов, ну и также подарочек за ежедневное посещение этой игры. Тоже, ребятоньки, я получил, и в итоге у нас в сумме имеется 1200 кристаллов. Это очень и очень много, поэтому сегодня мы будем выбивать волосы и, естественно, костюм. Потому что именно две этих вещи отвечают за укус и жевание, а костюм у нас за размер рта и за размер живота. Я, наверное, буду сначала выбивать волосы. Открываем, ребятоньки, 50 волос, и в итоге, в принципе, нам выпало две причесочки класса А, и одна причесочка АА, которая сейчас у нас, ребятоньки, имеется. Это очень даже неплохо. И костюмчики, посмотрим, что сейчас нам выпадет. Одна С-ка выпала, то есть сейчас нам не, ребятоньки, такой же костюм. Вы могли, друзья, расстроиться, типа, ой, блин, ничего нам новенького и не выпало. Но у нас же есть тут такая очень прикольная функция, это комбинация наших волосиков. То есть, смотрите, я накомбинировал волосы Д, и теперь у меня больше волос С-шки. Ну и в итоге, благодаря комбинациям, мы прокачали все характеристики на наших волосиках. То же самое делаем с нашим костюмом. Ну-ка, парень, покажи-ка теперь свои способности. Ну, смотрите, в принципе, он, гамбургер, теперь начинает кушать намного быстрее, и в итоге мы уже его и слопали. Давайте тогда мы, естественно, сейчас попробуем вместе с вами вызов. Слопать 20 гамбургеров, офигеть, а что так много-то? Ребятоньки, обычно у нас по 10 гамбургеров. Ну, не знаю, мне кажется, если мы хотя бы 10-ку скушаем, это уже будет хорошо, и нам уже, наверное, откроется какая-нибудь новенькая еда. Ну, а пока что, ребятоньки, пробуем, пробуем. У нас остается 20 секунд, и сколько у нас съедено гамбургеров? Уже 4 штуки. Ну, довольно-таки неплохо. Я думаю, 10-ку мы вместе с вами точно должны осилить. Ну да, смотрите, остается 5 секунд, и у нас уже 10-ый гамбургер съеден. Нам осталось просто тупо, ребятоньки, проживать. Да что ж такое-то, парень, давай-давай-давай-давай, быстрей-быстрей-быстрей. И, ё-моё, смотрите, да, это, к сожалению, поражение. Но зато смотрите, что я вижу, друзья. Хоть и поражение, но оно нам позволило открыть вот такой какой-то черненький треугольник. Друзья, как вы думаете, что это вообще такое? Мне кажется, это может быть какое-нибудь пирожное, да? Или что-то в этом духе. Короче, друзья, обязательно пишите ваше мнение в комментариях, потому что я, честно говоря, смотрю на эту штуку, и вообще не понимаю, что это может быть. Но всё равно для нас это что-то новенькое, и давайте посмотрим, сколько этот треугольничек даст нам, естественно, монеточек. И в итоге 6 миллионов он нам даёт, ребятоньки. За один получается вот этот треугольник. На самом деле, очень и очень даже неплохо, потому что, ну, деньги у нас реально уже очень и очень даже большие копятся. А что нам интересная игра предлагает? 42 миллиона. Нет, это слишком малая игра. Лучше я не буду соглашаться на твои предложения. Я лучше скушаю рыбку золотую, потому что она, во-первых, добавляет нам очень и очень много денег, ну и, во-вторых, естественно, мы с неё набываем какой-никакой-то опыт, ребятоньки. И это очень важно. Поэтому сейчас мы скушаем рыбку, и, естественно, получим даже больше денег, чем нам предлагала игра. Я думаю, в сумме у нас должно быть точно больше 100 миллионов. Всё, отличненько. Рыбку я, ребятоньки, скушал, и 241 миллион, ребятоньки, я уже накопил. То есть, в принципе, я даже превзошёл свои ожидания. И это, конечно же, очень и очень даже хорошо. На все эти денюшки можно, естественно, прокачаться так хорошо, а также можно ещё, ребятоньки, я думаю, три кейсика открыть и посмотреть, что же нам выпадет. Может быть, мы всё-таки, опять-таки, сможем что-нибудь скомбинировать. Ну и, конечно же, прокачать свои способности, потому что наш паренёк начинает, ребятоньки, довольно-таки медленно кушать вот эти треугольнички. Слишком они сытные. Посмотрел я на свои вещи, и я думаю, мы откроем две пачки волос. И одну, ребятоньки, пачечку. Опа, смотрите, ещё одни мне выпали волосы, такие же, как у меня. Стоп, погодите-ка, это уже очень и очень даже хорошо. А если я их смогу скомбинировать? Да, смотрите, я их скомбинировал, и теперь у меня укус 2500. Вот это да. Именно это, друзья, я и хотел. Но теперь мы просто тупо берём, открываем случайную мебель, и, может быть, нам тоже что-нибудь крутой выпадет. Ага, смотрите, выпала нам, в принципе, мультиварка. Мультиварка у нас уже, как бы, и есть. Мы спокойненько сможем пройти вызов с треугольничками, и, естественно, открыть следующую вещь. Только я, единственное, не знаю, ребятоньки, что там будет дальше. Если такие у нас треугольнички очень сытные, и паренёк их еле-еле кушает, то что реально будет следующим? Ну что, друзья, множители, которые мне нужны, у меня уже в кармане. Давайте проверим, насколько он быстрее теперь будет кушать наши треугольнички. Ничего себе, серьёзно, за 4 укуса, друзья, он их слопал. То есть, в принципе, он практически кушает так же, как и гамбургеры когда-то. Ладно, понеслась, начинаем. Первый пошёл, второй пошёл, третий пошёл. Офигеть, друзья, просто очень быстро, очень быстро мы это всё дело делаем. Так, давайте теперь тогда освободим рот, и, естественно, продолжаем дальше. Ну да, у нас уже 5 съедено, а всего лишь прошло 23 секунды. То есть, в принципе, ребятоньки, я могу с уверенностью сказать, что этот челлендж у нас точно пройден. Остаётся финальный последний треугольничек, и главное, ребятоньки, чтобы у нас живот был неполным. Хотя он, ребятоньки, полный. Поэтому давайте мы сейчас вот так пукнем аккуратненько, и в итоге добьём до конца всю нашу еду, которая была во рту. Всё замечательно, ребятоньки. В итоге у нас имеется новенькое питание. Посмотрим, что это такое. Король Клецкий. Стоп, это что, это пельмени, что ли? Ну-ка, погоди-ка, паренёк. Давай-ка мы тогда сейчас слопаем вот эту штучку. И получается, да, ребятоньки, это типа пельмень или хинкали, что-то в этом духе. Блин, бедный паренёк. Теперь тебе ещё больше надо кушать, чтобы, естественно, зафигачить вот эту хинкалию. Ну и к самому интересному, давайте посмотрим, сколько же всё-таки эта хинкалия даёт нам денег. Воу, ничего себе, 42 миллиона за одну хинкалию. Вот это, ребятоньки, на самом деле очень и очень даже мощно. И знаете, кстати, какая мне сейчас пришла идея в плане того, как нам подзаработать денег, либо же ещё, ребятоньки, кристаллов. Я могу просто тупо выполнять вызовы, которые для меня будут очень и очень даже лёгкие. Смотрите, допустим, я сейчас выберу варёное яйцо и приступлю делать вызов 20 яичек, слопать за полминуты. Мне кажется, мы сейчас сможем это сделать просто на раз-два. Ну да, смотрите, каждую секунду мы лопаем по одному яичку. Поэтому сейчас я спокойненько смогу выполнить этот вызов и, естественно, набрать ещё кристаллов. Последнее яичко и будто, ребятоньки, вообще не ел. Просто тупо времени, у нас ещё осталось 22 секунды сверху. Ну и давайте посмотрим про достижение. Воу, да тут нам ещё и умножитель дают, то есть за 20 яичек нам дали 20 кристаллов. Блин, друзья, мне кажется, я нашёл хорошую золотую живу. Следующий, допустим, вызов, который я захочу сделать, это слопать 20 чокопаев. Да, пожалуйста, у меня всё равно паренёк ест всё абсолютно с первого раза. Поэтому сейчас, друзья, мы просто тупо будем опять-таки сидеть на одной вот этой полосочке, потому что за каждую съеденную эту штучку нам прибавляют по одной секунде. И я думаю то, что в конце этого уровня у нас максимум будет секунд 25 ещё в запасе. А может быть и на 28 ещё останемся. Да, смотрите, 28, то есть будто, друзья, вообще ничего и не изменилось. И поэтому я иду и беру ещё раз наши кристаллики. Эх, ребятоньки, а я думал, как же мне заработать кристаллы, чтобы открывать много и много прикольных вещей. А вот как? Просто тупо выполнять вот эти, получается, челленджи, которые мы сможем, ну, просто по щелчку пальцев, ребятоньки, преодолеть. Это реально очень и очень хорошая тактика, поэтому я сейчас просто возьму, доем и в итоге получу опять-таки своё вознаграждение в виде 20 кристалликов. В общем, ребятоньки, давайте я доем до конца вот эту золотую рыбку. Естественно, срублю много денег и мы выполним финальный наш вызов с яблочками и, естественно, откроем много-много ящиков. Надеюсь, то, что на конец данной серии нам выпадет что-нибудь крутое и мы будем вместе довольны и счастливы. Ну и в итоге, как обещал, ребятоньки, на конец данного видеоролика я открою что-нибудь за 100 кристаллов. Это будет либо волосы, либо костюм. Но, в принципе, волосы мы сегодня, ребятоньки, вместе с вами апнули. Давайте попробуем открыть костюмы, может быть, что-нибудь крутое выпадет. О, смотрите, костюм беский выпал. В принципе, у нас же он имеется. А, блин, смотрите, комбинировать нельзя, но зато размер живота у нас увеличился ещё больше. Это нам надо проверить, естественно, на наших пельмешах. Если мы, естественно, будем как-то меньше кушать... О, да, смотрите, реально, размер у нас увеличился и довольно-таки неплохо. Раньше у нас рот очень быстро копился, но теперь, в принципе, мы держимся очень и очень даже неплохо. И это, естественно, очень хорошая новость для дальнейшего нашего прохождения. Ну, естественно, друзья, если вы его захотите. На этом, я думаю, можно заканчивать прохождение данной игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Все вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok